Приветствую всех! JobSchool, с вами Достан. И в этом видео я хотел поделиться о том, как я выучил английский язык и дать вам несколько советов. Но я не хочу делать, как в других видео. Вам дают советы, вы должны читать книги, вы должны делать то, либо это. Все часто пишут, да, я вот учу английский, я делаю то, что вы говорите, я слушаю песни, но нет никаких результатов. Здесь вы должны понять, почему у вас нет никаких результатов. И мы должны все-таки понять, что есть различия между passive learning и active learning. Пример, когда мы читаем книгу, мы это делаем пассивно. То есть мы читаем ее, и мы не читаем ее вслух, мы не применяем то, что там написано. И это у нас пассивное обучение. Но есть также у нас активное обучение, когда мы говорим с кем-то, когда мы практикуемся, когда мы, не знаю, говорим с носителем языка, это у нас active learning. И в этом видео я расскажу, как из пассивного обучения перевести это в активное обучение, в active learning. Первый совет – это читать новости и статьи на английском языке. Для того, чтобы проникнуться в среду, для того, чтобы понять, что люди сейчас читают, чем люди интересуются, вы должны начать читать новости, либо статьи, которые вам интересны. К примеру, если вы что-то сейчас изучаете, если вам интересны, к примеру, животные или еще какие-то другие вещи, вы можете это читать, начать читать на английском языке. Но здесь вы должны понимать, какие слова вам нужны. К примеру, если вы будете читать science, что-то связанное с наукой, навряд ли вы поймете все, и навряд ли вы это будете использовать в реальной жизни. Так что для того, чтобы перевести это из passive learning в active learning, мы должны выписывать слова, которые встречаются очень часто, которые вы видите очень часто, и вы думаете, я могу это применить. И вы должны выписать эти слова, и после этого записать его себе в словарь, и, конечно же, проговорить его и повторять. Так как это слово вам будет встречаться часто, а некоторые специфичные слова, если, к примеру, вы читаете о каких-то животных в Африке, навряд ли вам будут встречаться часто. То есть вы не должны заучивать все. Например, native speakers, да, нативные, да, кто разговаривает на английском без проблем, они не знают все, они не знают все слова. Они тоже используют dictionary, они тоже используют словари. Здесь вы должны понимать, какие слова используются чаще, и какие слова реально вы должны знать, или вы должны использовать в каждодневной речи. Второй совет – это слушать песни и также выписывать текст. Например, вы можете найти песню, которая вам нравится, и после этого найти текст к ней. Здесь вы должны знать то, что это не самый лучший способ изучать грамматику, потому что чаще всего в песнях они пренебрегают грамматикой, и чаще всего они делают все для рифмы, чтобы было это в рифму. К примеру, я до сих пор слушаю чаще всего хип-хоп или рэп, и я вижу некоторые слова или некоторые грамматические структуры вообще не соблюдаются. К примеру, вместо того, чтобы говорить it doesn't, они говорят it don't. Это неправильно грамматически. И здесь вы должны понимать, что в разговорной речи вы можете это применить, но когда вы что-то пишете, к примеру, эссе, либо какой-то документ, вы не должны, это ошибка, использовать некоторые слова или некоторые выражения. Также вы должны понимать, что много сленга есть в песнях, но это очень полезно в разговорной речи. Если вы разговариваете, к примеру, с американцем, либо с британцами, у них очень много есть своих специфичных слов и специфичные фразеологизмы и, конечно же, сленг. Совет номер три – это смотреть сериалы на английском языке, также фильмы на английском с субтитрами. Но как мы здесь можем тоже применить из пассивного в активный? Так как если просто мы будем смотреть сериалы и фильмы, да, конечно, это хорошо, но чаще всего мы будем просто углубляться в субтитры. Из-за этого я советую смотреть фильмы на английском с английскими субтитрами и после этого повторять это. Например, берете сцену, которая вам интересна, либо герой, который вам интересен, к примеру, Леонардо Ди Каприо. Я хочу говорить как Леонардо Ди Каприо. Я беру, к примеру, фильм «The Great Gatsby» и беру какую-то сцену. После этого я смотрю ее несколько раз и начинаю повторять за Леонардо Ди Каприо. После этого вы вырабатываете, конечно же, произношение, то есть у вас появляется кое-какое произношение, то есть когда вы повторяете, вы как ребенок, вы просто повторяете, и некоторые слова уже начинают звучать, как у native speaker, да, как у носителя языка. Я думаю, это очень классный способ также потянуть свой словарный запас и также свое произношение. И акцент, конечно же. Я думаю, это очень классно, так как вы можете также видеть на моем канале, как мой английский также исправился и улучшился, так как я тоже не идеальный. Когда я начинал, к примеру, вы можете посмотреть мое видео, которое я делал, не знаю, 3-4 года назад. И что, как я сейчас говорю, к примеру, это drastic difference, да, это очень сильная разница, большая разница. И вот, просто вы можете, конечно, смотреть фильмы на английском и сериалы, но если вы будете это практиковать, к примеру, берете просто один интересный диалог и практикуете его раз за разом, то это будет намного лучше для вашего произношения. Следующее очень специфично, может подойти для многих, но также вы должны посмотреть, что вы делаете каждый день, что вам интересно реально. То есть найти хобби, либо, к примеру, игры на английском языке. Это очень полезно, если вы не знаете, что делать. К примеру, очень много игр, если вы будете играть их на английском языке, также есть субтитры, вы будете вникать, вы будете выбирать, то есть вы здесь уже более действуете активно, да. То есть вы выбираете что-то, вы можете выбирать диалоги, к примеру, вы, то есть, погружены в игру. Либо найти какое-то хобби. К примеру, в моем случае мне очень интересна фотография, мне очень интересно, как снимать, как обрабатывать видео. И когда я, к примеру, захожу в YouTube, я начинаю и ищу видео насчет монтажа, насчет камер каких-то, и мне это очень интересно. То есть, когда мне что-то интересно, я изучаю это, и мне это очень, как сказать, я погружаюсь в это. И некоторые слова также могут пригодиться вам в работе, либо в том, что вы хотите делать. То есть, если это хобби какое-то, возможно, вы можете это применить как-то в будущем. А игры, это, конечно же, очень также круто, так как это также является активным обучением. Совет номер пять, который мне очень сильно помог, это слушать подкасты на английском языке, но и также записывать их. То есть, записывать слова, которые мне нужны, и которые я мог бы использовать. То есть, мы, да, можем слушать подкасты passively, да, к примеру, когда я иду на прогулку, когда я просто гуляю. Вместо того, чтобы слушать иногда музыку, я утром просто могу поставить какой-то подкаст, который мне интересен, тематики, которые мне интересны, так же, как я сказал про камеры, или про то, как снимать видео, все в этом роде. Что мне интересно, я и слушаю. Это происходит passively, да, но также, когда есть у вас время, и когда вы можете сфокусироваться, к примеру, в автобусе. Я это делал, когда я учил также английский язык, готовился к экзамену, IELTS. То есть, я просто слушал что-то и одновременно записывал некоторые слова, либо некоторые выражения, которые они часто используют, и которые я мог бы применить. Так как подкасты сейчас очень сильно развиваются, и на английском есть очень много интересных разных подкастов. И оттуда вы можете выписывать какие-то слова, так как это чаще всего носители языка, и они используют какие-то выражения, которые используются до сих пор, используются в речи, так как в некоторых песнях, в фильмах, как я сказал, могут быть слова, которые просто подобраны для рифмы, либо могут сильно очень уйти в культуру какую-то. А подкасты это каждодневные разговоры, либо темы, которые мы обсуждаем, я думаю, это очень полезно. Конечно же, я оставлю несколько подкастов, которые я сейчас слушаю. Одни из них это The American Life, также Stuff You Should Know, то есть очень много разных тематик, и также очень разные акценты, очень разные носители языка, так что я думаю, подкасты это один из самых классных способов увеличить свой listening, также speaking. Еще у нас осталось два совета, которые вы должны знать и использовать в своей жизни. Следующее, это, конечно же, общаться с друзьями на английском языке. Но я хотел бы уточнить то, что, конечно, хорошо общаться, начинать общаться с носителем языка, но иногда вы можете почувствовать себя неловко, либо что я должен сказать, вы всегда можете думать, что я говорю что-то неправильно, либо грамматика моя неправильна. Из-за этого мы должны найти собеседника, который близок к нашему уровню. Тогда нам будет проще, и нам не будет страшно сделать какие-то ошибки в начале. Так как я это очень часто видел в Японии, особенно японцы очень сильно боятся делать ошибку в английском языке, но когда они общаются между собой, они более уверены, они более открыты. И вы также это можете делать через социальные сети, вы можете просто переписываться с друг другом, найти какие-то группы, сделать, к примеру, Discord chart, или еще какие-то чаты могут быть. Найти в разных форумах, конечно же, кто также изучает английский язык, как ESL, то есть English as a Second Language. И, конечно же, последнее, седьмой совет, это изучать и практиковать уже с носителями языка. Но как вы можете это сделать? Конечно же, классно, если вы найдете людей, которые связаны с вашим хобби, либо с вашей работой. Тогда вы хотите, не хотите, вы должны с ними общаться на английском языке. То есть без этого вы никак не обойдетесь, да? И здесь, конечно же, очень полезно уже знать какой-то специфичный vocabulary, специфичный словарный запас, так как, я сказал, могут быть разные, да, тематики. Есть каждодневные разговоры, а также есть что-то специфичное. Здесь вы должны уже более глубже изучать, но здесь вы уже после всех тех советов, которые я уже сказал, если вы будете это все практиковать, я думаю, у вас уже все получится, так как самое сложное это в начале, самое сложное это начать, но потом будет намного легче. Так что я надеюсь, эти советы были полезны вам. А мы уже увидимся в следующем видео. Если вам было это интересно, обязательно оставляйте комментарий, какой совет вы хотите уже применять, или что еще можно делать для того, чтобы изучить, продолжать, улучшать свой язык. Так как мне тоже было бы полезно, так как я сейчас изучаю японский язык, и я думаю, я бы посмотрел бы, что вы сказали бы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!